здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня опять мы приехали на канал все сандивы ветер сильный свежий воздух температура воздуха 39 градусов жары но здесь конечно очень хорошо ветер свежий воздух вода рядом благодать сегодня я хотела бы рассказать почему с 10 июля ассоциация по приему беженцев ограничила прием украинских беженцев с чем это связано сегодня я вам объясню это и что нужно делать украинским беженцам которые прибудут во францию и почему это с 10 июля ассоциация по предварительным приемом беженцев во франции ограничила прием украинских беженцев до 10 человек в день для того чтобы граждане украины временно разместились во франции они должны выполнять ряд бюрократических требований очень много документации конечно заполнять документов обратиться если вы приехали к родственникам обратиться в ближайшую перфектюру или по месту пребывания в спецпункт по беженцам и подтвердить что вы прибыли из украины после чего их направят в пункт управления по иммиграции и интеграции овпра но при этом они теперь предупреждают что эта ассоциация принимает только 10 человек в день и нужно заранее записаться представьте вы прибыли с детьми сегодня и некому вас записать в очередь вы оказываетесь на улице поэтому нужно сразу по прибытию во францию звонить на 115 вам дадут временное жилье до получения статуса временная защита почему это именно с 10 июля ассоциация по предварительному приему беженцев ограничила прием украинских беженцев именно украинских беженцев до 10 человек в день бездомные мигранты провели демонстрацию 9 июля в париже требуя предоставить им пустующее жилье куда власти так и не заселили почему-то украинских беженцев это в париже они говорят демонстранты вы нас что разделили на белых и черных почему это жилье исключительно только для украинских беженцев а остальные беженцы которые просят приют и кровь у вас почему вы нам не даете требует другие беженцы вот тогда и решила франция ограничить число приезжающих из украины 10 июля 2022 года потому что ассоциация борющая за права мигрантов требует от властей пустующее жилье отдать беженцам с других стран которые живут в палатках почти на улице на окраине парижа видите как пришла такая конкуренция иностранных беженцев с украинскими беженцами и другие беженцы из сирии из афганистана из стран африки начали недовольствовать против украинских беженцев они говорят почему именно украинским беженцам привилегии а мы живем в палатках на окраине парижа на окраине парижа на окраинах франции хотела бы сказать еще другие страны евросоюза в латвии сегодня принимают украинских беженцев а вот в литве не стали принимать украинских беженцев по данным министерства стране якобы закончились помещения куда можно расселить беженцев из украины ссылаясь на то что сначала нужно отремонтировать жилье под беженцев купить мебель инвентарь пустыр пишет наплыв украинских беженцев европу можно обернуться гуманитарной катастрофой для евросоюза нет уж раз уж сказал год перепрыгивай раз уже евросоюз сказал примем беженцев из украины принимайте будьте добре по данным оон более 6 миллионов 200 тысяч человек выехали из украины с 24 февраля до 15 мая евросоюз в основном они направлялись в польшу румынию россию германию францию испанию италию очень сильный поднялся ветер так вот скажу про францию во франции украинским беженцам дают статус временной защиты чтобы обеспечить их безопасность в евросоюзе обладателям биометрических заграничных паспортов пересечь границу франции разрешается без визы у кого нет загранпаспорта а у кого только украинский внутренний паспорт можно оформить загранпаспорт сразу как только прибыли в первую страну евросоюза то есть в польшу скорее всего до прибывает украинский беженца не волнуйтесь везде всем помогает но будьте осторожны никаким странным людям вокруг вас не доверяйте документы документы детей держитесь группами всегда держитесь группами потому что этой ситуации пользуются мошенники торговцы детьми торговцы органами сутенеры ищут молоденьких девушек или молодых женщин все оплачивает ассоциация по приему беженцев питание бесплатная бесплатная медицинская помощь доктора психологи так что я думаю будьте осторожны не доверяйтесь посторонним людям если вы уже покинули украину слушайте столько ассоциации волонтеров требуйте у них документы требуйте у них удостоверения никакие сомнительные маршрутки не садитесь ни в польше ни в других странах евросоюза и опять хотела бы еще сказать вам такая тревожная новость странах странах евросоюза бельгии во франции германии в испании в италии те кто приютили в своих частных домах граждане евросоюза начали отказываться теперь они говорят что они не ожидали якобы что кризис продлится так долго поэтому их первоначальный энтузиазм у вас а вообще я считаю как по-русски да сказать если ты взялся за душ не говори что дюш если ты решился помочь человеку то помогай сколько бы это не продлилось то есть трудную ситуацию нельзя хидать людей люди люди живые они игрушки так что нужно подумать прежде чем заселить себе беженца вот такой канал паскаль буржова сидит дышит воздухом паскаль вообще по натуре своей французы осторожный народ экономный народ и после этих демонстраций в париже 9 июля из 10 июля правительство франции вынесло решение ограничить прием украинских беженцев вот такие они очень скорые на решение подсолнечные поля сегодня плюс 39 градусов жара ну а здесь очень хорошо здесь очень хорошо вот такой канал через него давние времена проходили баржи пароходы товаров с продуктами дорогие мои друзья напоследок я хотела бы спросить у вас кто смотрит мои видео пожалуйста откликнитесь что вы знаете о вячеславе фидяи а его братья денисе они из-под харькова харьковская область пожалуйста напишите мне в комментариях я надеюсь что они живы и здоровы с вами был канал фанни фонс жизнь во франции пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал если вам было интересно и это моя маленькая помощь для украинских беженцев до свидания до новых встреч пока пока